Куда два назад, в Евпаторе, в антикварном магазине, у меня работает приятель, когда попадаются такие крымско-татарские предметы быта, он мне иногда звонит. Вот однажды звонит мне, говорит, так и так, говорит, вот есть гавырсханского джами, есть, говорит, перилы мне, приедь, посмотри. Было вот к стенке прислонено, вот эти отверстия, видите, вот так и было к стенке, ну, как украшение такое было, оформление какое-то было, ну, в общем, там же деревянных михрабы были, может быть, оттуда откуда-то, вот знаете, вот когда не михраб, вот когда мула на возвышенность поднимается, когда читает же, вот может быть, из-за этих, как говорится, конструкций. Рассказал мне, что одно время, оказывается, там была автостанция, а в этой автостанции, кто принес ему этот арбабай, он там, оказывается, работал столером, и какую-то переделку там они делали, когда, убрали эти перилы и принес этот в антикварный магазин. Ну, вот именно вот таких вот перилов было 10 перилов, он мне говорил, вот, вот, ну, из-за того, что он в таком состоянии, вот он тебе остальные продал, говорит, в Москву какому-то коллекционеру, а этот остался. Мне, я когда увидел его, во-первых, мне очень понравилась вот форма, интересная резьба, даже вот красочка, вот видите, матовая такая краска, даже вот видно, что эта краска старой, таких красок же нет, вы видите, матовая какая-то краска, еще цвет такой интересный, видите. Один раз вот было это все покрашено, вот сразу видно, что это старенькая такая штука. Мне Рахмедли Бабам рассказывал, ему когда 16 лет было, он первый раз свой намаз, оказывается, сделал вот в этом ханджами. Я вот, когда он мне сказал, что это с ханджами, вот это, ну, мне это было очень интересно, и знаете, вот, может быть, когда-то, как говорится, рядом, может быть, отец мой, как говорится, был. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова